О чем, собственно, я хочу сегодня рассказать, это о новых сервисах, возможностях, которые появились в 16 сервере. Прежде чем я начну об этом рассказывать, я хотел бы обратить внимание на тот факт, что с появлением 16 сервера изменилась лицензионная политика Microsoft. Во-первых, Microsoft поменял лицензирование и перешел с лицензирования на процессор на лицензирование на ядро. В связи с этим, понятное дело, надо это будет учитывать. Второй момент, связанный с лицензированием и с тем, что изменилось в редакциях, это появились отличия, которые отличают стандартную редакцию от дата-центра. Если мы помним, в 12 сервере эти отличия были нивелированы по отношению к 2008 серверу, не было никакой разницы, то сейчас разница появилась. Разница эта заключается в том, что у нас в дата-центре Edition появляется новый функционал, который, к сожалению, отсутствует в стандартных реализациях. Об этом новом функционале я хотел бы поговорить. Отличия, по большому счету, всего три. В дата-центре появляется технология, о которой я буду сегодня говорить. Это Storage Spaces Direct и технология Storage Replica. Немножечко расскажу о Data Duplication, потому что там тоже есть нововведения, что называется подзанавес. Ну и что касается Storage Spaces Direct и вообще откуда это взялось, немножечко истории тоже. Кто интересовался и кто работал с продуктами Microsoft, он знает, что у Microsoft было много попыток предложить решение, которое позволило бы нам с вами организовать систему хранения данных на достаточно такой простой платформе с завменяемые деньги, не очень дорогие. Понятное дело, что на рынке присутствует очень много вендоров, которые предлагают хорошее решение, дорогостоящие решения с хорошим функционалом по организации доступа к обобщесленным данным, на базе которого строятся кластерные решения для виртуализации, для хранения высоконадежных данных, файловые сервера, базы данных и так далее. И вот в 16-м сервере Microsoft предлагает еще одно решение, которое называется Storage Spaces Direct. Идея очень простая. Это использовать физический сервер, к которому подключено некоторое количество жестких дисков, причем в качестве жестких дисков могут быть задействованы, как обычные, привычные шпиндельные носители. Причем, опять же, на разной платформе. Это может быть SES, это может быть SATA, это может быть SSD, это может быть MVE-диски, то есть флешовые диски. То есть здесь у нас широкий выбор. Эти диски, напомню, локальные. Для того, чтобы организовать общее высоконадежное хранилище, Microsoft предлагает использовать то, что называется, как я уже говорил, Storage Spaces Direct, ну или попросту говоря, не что иное, как распределенное высоконадежное отказоустойчивое хранилище. Это хранилище в текущей реализации может быть построено на базе, ну как минимум, двух серверов с локальными дисками, подключенными к этим серверам. Но в качестве этих дисков могут быть не только локальные диски, понятно, там может быть и любой носитель. Ну за исключением REMOBLE дисков, то есть дисков, которые будут при подключении к серверу идентифицированы как подключаемые-отключаемые. Поверх этого решения у нас функционирует Storage Bus, новая реализация, новая интересная технология, которая позволяет, по сути, обеспечивать механизм синхронизации работы с данными, скрывает, собственно, от операционной системы работу, идеологию, связанную с общим хранилищем. Поверх него Storage Spaces работает, где вы уже организуете различные диски, различные емкости с различными типами защиты. Это может быть зеркало, это может быть парити, это может быть тройное зеркало. Все, конечно, зависит от того, какое решение вы хотите в итоге получить. Ну и давайте немножечко расскажу о том, какие сценарии возможны реализации. Первый сценарий – это конвергентный сценарий, при котором у вас сервера объединяются в кластер. На каждом сервере у вас есть набор дисков. Это может быть сочетание обычных дисков и SSD дисков, это может быть просто SSD диск, это может быть SSD плюс флэшовое устройство. Комбинаций очень много, очень гибкие и тонкие настройки по тюнингу, по обеспечению высокой скорости. Эти диски, объединяясь в кластер, строят на базе кластерного решения с использованием Storage Spaces Direct, scale-out файл сервера. То есть для потребителя это просто файловая шара, за которой стоит высоконадежная, отказоустойчивая, без простоя, потому как там в основе SMB протокол. То есть у нас continuous availability, непрерывная доступность реализована. Мы подключаемся к этой файловой шаре и сохраняем там какие-то ресурсы. В данном случае это, к примеру, виртуальная машина. То есть, конечно, первым таким, ну и очевидным потребителем всего этого является платформа виртуализации. Платформа виртуализации Hyper-V, которая будет подключаться к единой распределенной файловой шаре, построена на базе доступных, дешевых, причем тут нет проблемы привязки к вендору какой-то жесткой. То есть диски там определенные только модели, только определенного производителя и так далее. То есть Microsoft пытается предложить нам достаточно дешевое решение. Такой подход, как правило, рекомендуется в крупных реализациях, когда у вас большая инфраструктура гипервизоров и у вас есть задача создать общее хранилище и разместить виртуальную машину на этом общем хранилище. При этом здесь нет проблем с выходом из строя сервера, с выходом из строя любого диска. В зависимости, конечно, от того, какое количество серверов у вас будет в кластере по обеспечению высокой доступности общее хранилище, вы можете пережить либо падение одного сервера, либо падение большего количества серверов. На текущий момент реализация позволяет объединять в Storage Spaces Direct до 16 серверов. Ну и где-то порядка 400 дисков. То есть достаточно большое количество. В результате мы с вами получаем вот такое вот решение. Есть второй вариант. Это так называемый гиперконвергентный вариант, когда вы объединяете в Storage Spaces Direct все те же самые сервера с локальными жесткими дисками, но они же являются и серверами Hyper-V. То есть вы получили решение по высоконадежному хранилищу, высокодоступному хранилищу. И эти же сервера являются платформой для запуска виртуальных машин. То есть эти же виртуальные машины располагаются на этом распределенном хранилище. То есть мы, если в первом случае, ну, фактически получаем сервера, которые заняты исключительно обеспечением доступа к хранилищу, высокопроизводительное хранилище, отказоустойчивое хранилище, то в данном случае мы еще и пользуемся ресурсами для размещения виртуальных машин. Ну, такой сценарий, он, конечно, рекомендуется Microsoft для небольших реализаций. Когда у вас там, условно говоря, 4, 8, 6 серверов для невысоконагруженных систем. Но для кого-то это может быть, конечно, достаточно. И кому-то этого, тем более, что более достаточно. С учетом, конечно, надо сразу оговориться, с учетом того, что я сказал ранее, что данная технология доступна только в самой дорогой лицензии, в дата-центре, то, конечно, сказать однозначно, что это решение позиционируется исключительно для малого бизнеса, нельзя. Потому что дата-центр все-таки это дорогостоящая лицензия. А я уже сказал, минимум 2 сервера нужно. То есть это вам нужно как минимум 2 лицензии приобрести. Ну, с учетом, опять же, особенностей лицензирования по ядрам. Но это не значит, что для того, чтобы вы пользовались этим решением, вы обязательно должны все сервера лицензировать по такой модели. Пользоваться этим решением можно даже на платформе обычных серверов, обычных лицензий. То есть для того, чтобы просто создать Storage Spaces Direct, вам необходима, да, самая дорогая лицензия. Но это может быть 2, это может быть 3, 4 и так далее сервера. А они могут предоставлять свои услуги другим участникам, где у вас необязательно есть такая дорогостоящая лицензия. То есть у вас сервера могут быть простые. Но, конечно, для виртуализации, тут нужно тоже понимать, для виртуализации, как правило, самым оптимальным лицензием и является дата-центр. За счет политики лицензирования, за счет того, что вы, по сути, сильно выигрываете в ценовой части. Вот. Поэтому каждый для себя, исходя из масштаба своего предприятия, найдет решение. Если вам не нужно слишком высокопроизводительное решение, вы можете воспользоваться, ну или там по емкости, вы можете воспользоваться и гейпер-кондингерным сценарием. Если у вас более тяжелое решение, то, как Microsoft рекомендует, надо разделять тогда платформу виртуализации, сервера виртуализации и кластер Hyper-V серверов от серверов, которые предлагают вам Storage Spaces Direct. Собственно, как это работает? Работает это следующим образом. У вас есть физические сервера. На каждом сервере у вас есть группа локально подключенных хранилищ, так называемых DAS. Вот. Вы реализуете на этих серверах кластер высокодоступный, который, и, собственно, объединяя... Ну, сейчас это реализовано достаточно просто. Если в первых, там, Technical Preview это было достаточно сложно сделать, там, много действий в командной строке с использованием PowerShell, то сейчас это сводится буквально к трем этапам, к трем действиям. Автоматически будут ваши диски добавлены, будут созданы Storage Spaces для реализации вашего высокодоступного хранилища. Необходимая информация будет реплицироваться по системе, по вашей сети. Вот. Microsoft, понятно, рекомендует использовать Ethernet как можно более быстродейственный, с меньшими задержками, но это как минимум от 10G и выше. Вот. Опять же, настоятельно рекомендует использовать RDMA. Я напомню, эта технология работает поверх SMB 3.0, ну, точнее, 3.1.1. RDMA поддерживается этим протоколом, и, соответственно, вы получаете еще больше эффект. Вот. Если у вас есть какие-то проблемы, связанные с жесткими дисками, то, соответственно, вы можете, либо заменяя жесткие диски, решать эту проблему, либо, если сервер вышел из строя аналогично, вы получаете высокодоступное все равно решение, у вас нет проблем с этим, у вас в любом случае, ну, как минимум, зеркало есть. Конечно, можно построить и не обязательно зеркало, можно построить и парить, но там просто количество серверов для построения уже другого вида высокой доступности потребуется большее количество. Минимально, я напомню, два. С другой стороны, я, конечно, хотел бы также отметить, что это не, ну, такой первый пример на рынке, который реализует похожие технологии. То есть, использование распределенного высокодоступного хранилища предлагали и другие вендоры, и в том числе основной конкурент Microsoft по виртуализации компания VMware со своей технологией VSEN. Microsoft тоже решил на этот рынок зайти для того, чтобы предложить свое решение. Ну, и мы, собственно, с вами потом, я надеюсь, увидим конкурентную борьбу и посмотрим, какое решение будет для нас приоритетнее, лучшее, удобнее. Microsoft, ну, по крайней мере, по заявлениям очень хорошо выглядит. Конечно, в реальности протестировать, ну, на основе тех вот цифр, которые предлагает Microsoft своих роликов, потому что, если кому будет интересно, можно будет на сайте посмотреть, на сайте Microsoft. Там есть ролики, где они, тестируя инфраструктуру Storage Spaces Direct, достигают производительность системы хранения данных в 5 миллионов иопсов. Цифры, конечно, впечатляют, ну, что сказать, это очень-очень много. Не каждое даже специализированное хранилище может выдать такие цифры. Вот, естественно, достигают они это на максимально возможном кластере в 16 узлов с использованием флешовых дисков, но, тем не менее, цифры есть цифры. Проверить или перепроверить их, ну, я, допустим, не могу, у меня нет такого количества серверов и такого оборудования просто-напросто. Ну, остается только верить этим цифрам, ну, а практика, она потом покажет, что мы в итоге получили. По крайней мере, пока звучит очень все хорошо, особенно с учетом того, что вам не приходится за это доплачивать. Это, конечно, очень важно. Если, вот, допустим, сравнить с ВМВаре, то ВИСЭН там лицензируется отдельно и за отдельные деньги, и немаленькие деньги. Здесь же это все идет в инбоксе, в коробке, и дополнительно за это не надо платить. Вот, единственное, конечно, вам придется потратиться на инфраструктуру. Инфраструктуру сети, причем, ну, конечно, она должна быть высокопроизводительной, с низколотентостью. Вот, и сами жесткие диски. Если потребуется, вы можете в любой момент времени сервер добавить. Причем это делается, опять же, из командной строки настолько просто, одной командой буквально, и у вас вместо трех серверов с локальными дисками будет четвертый сервер. Автоматически у вас расширится доступный объем для размещения данных. Вы можете использовать многоуровневые режимы кэширования. Тиринг появился в 12R2 сервере, двухуровневый тиринг. В 16 сервере он уже трехуровневый. Ну, собственно, об этом тоже можно много говорить. Тоже перспективно интересная вещь со своими правилами, со своими политиками, с тонкой настройкой. Перейдем к еще одной интересной технологии, которая появилась в 16 сервере, это стороча реплика. Реплика, как таковая, или технология реплицирования, она используется во многих системах хранения данных из ХД, как инструменты, позволяющие вам реализовать комплексный подход к дизастер-рекавери. То есть, когда у нас есть серьезные проблемы, или могут быть серьезные, или мы подозреваем, что могут быть серьезные проблемы, связанные с какими-то техногенными аспектами. Выключили свет, пожар, не дай бог, или что-то в этом роде. Когда стандартные механизмы отказоустойчивости, они просто не работают. Когда вам нужно покинуть здание, когда у вас проблемы с вообще доступом к оборудованию и функционированию его. Известны и разработаны давно технологии, которые позволяют реплицировать запасной дата-центр, запасную площадку, те данные, которые для вас представляют бизнес-интерес. Давно это реализована система хранения, как я уже сказал. Microsoft в 12-м сервере предлагает вам репликацию виртуальных машин. VM-replication, которая прекрасно работает, обеспечивает дизастер-рекавери в отношении виртуальных машин. Вы можете восстановить виртуальные машины. Естественно, там не синхронная репликация, там репликация с задержкой, там выставляются периоды, интервалы, которые вы можете задавать. Понятно, опять же, что чем меньше интервал, то есть тем меньше разница между вашей работающей машиной и той копией, куда вы все это копируете, тем лучше с меньшими латентностями должен быть канал доступен. И чем больше у вас временной интервал, тем меньше требований канала. Microsoft-то было решение, но только в отношении виртуальных машин. В 16-м сервере Microsoft предлагает решение по репликации в целом дисков, томов. То есть когда у вас стоит задача обеспечить репликацию некого массива данных, вот сценариев много, это сценарии Stretch Cluster, сейчас мы посмотрим Server to Server, Cluster to Cluster. Настройка и конфигурирование осуществляется либо через Lover Cluster Manager, если вы используете кластерные компоненты, либо через Windows PowerShell. Вполне возможно, что в будущем появятся полноценные графические инструменты, но пока мы работаем с тем, что есть. Что мы имеем в этой реализации? Первый сценарий – это Stretch Cluster. Кластер, который у вас располагается, растянутый кластер, так называемый, тоже нововведение в 16-м сервере. Кластер, который у вас в разных регионах, в разных сайтах. При этом часть серверов и массивы данных в одном месте, часть серверов и массивы данных в другом месте. Кластер, подчеркиваю, один. Что позволяет сделать репликация? Репликация, во-первых, здесь может быть синхронная и асинхронная. Если у вас какие-то виртуальные машины, к примеру, записывают информацию, работают, сохраняется все это на кластерных дисках, и вдруг происходит ситуация, при котором данный сервер, данный вообще узел, он целиком недоступен, происходит автоматическое переключение, то есть automatic fillover там работает, автоматическое переключение на другой сайт, и в результате у вас виртуальные машины запускаются и продолжают работать, ну как будто бы ничего не было. Естественно, в данном случае речь идет о синхронной репликации. То есть если у нас синхронная репликация, у нас потерь данных нету, виртуальная машина просто банально перезапускается в другом сайте, на других серверах, и мы с вами продолжаем работать, как будто и ничего не было. Автоматическое переключение и все прочее. До недавнего времени там была только синхронная репликация, с последними релизами появилась асинхронная, то есть как только вышел сервер. На самом деле в Technical Preview, по-моему, 5, уже тоже была асинхронная репликация. Обратите внимание на то, что репликация работает по весь протокол SMB3, а это значит, что у нас с вами информация, передаваемая по этому каналу, она зашифрована и она использует подпись. То есть у нас здесь, если кто-то даже попробует перехватить данные, то у него это не выйдет. Следующая технология – это Server to Server, то есть сценарий разворачивания, который мы можем использовать. Ну, опять же, ситуация очень простая, у вас есть диск, у вас есть лун, у вас есть том на сервере. Если вы захотите сделать так, чтобы данные, которые записываются на этот диск, они попадали и были защищены от различного рода, еще раз подчеркну, техногенных проблем, традиционно, такой технологии, такие механизмы, они не защищают от проблем, скажем так, человеческого. То есть если кто-то где-то удаляет файлы, портит информацию и какие-то деструктивные действия выполняет, здесь реплика не поможет. Реплика, у нее другое назначение. Задача реплики – это именно быть в составе, в комплексе мер по аварийному восстановлению в случае возникновения серьезных проблем. Так вот, Server to Server, вам никакой кластер не нужен, просто берете сервера, естественно, напомню, с лицензии самой, к сожалению, дорогой, и настраиваете реплику одного тама в другой, на другой сервер. Единственное, в отличие от этого предыдущего сценария, здесь Manual Fallover, то есть вам нужно будет в ручном режиме переключать здесь все. Здесь также поддерживается синхронная, синхронная репликация. Еще один сценарий – Cluster to Cluster. Два раздельных кластера. Здесь кластер с общим диском, ну или общими дисками. Понятное дело, что мы можем реплицировать не один диск. Вот. И здесь. Если вы планируете реплицировать кластерный диск, то в обязательном порядке этот диск должен быть доступен всем участникам кластера. То есть это должен быть кластер Shared Volume. Если здесь мы просто любой диск, подключенный к серверу, вставим и можем его реплицировать, то здесь устройство, диск, должен быть доступен всем участникам кластера. То есть у нас классический сценарий, резервная площадка, резервный сот, вот там у нас есть кластер, куда реплицируется информация. Этот сценарий поддерживает также синхронные-синхронные механизмы репликации. Вот. Ручное, как я уже сказал, переключение. Все эти сценарии, вот все абсолютно, которые мы видели с вами, они работают по следующему принципу. Что первый, что второй, что третий. это сценарий, которые не предусматривают активную работу или использование двух сайтов одновременно. То есть у нас сторона приема, вторая сторона, что, опять же, в первом случае, когда мы говорим о стретч-кластере, что во втором случае, что в третьем случае, это всегда данные, которые только складируются. Вы не можете их читать, вы не можете туда ничего писать. То есть там нету технологии одномоментного доступа ко всем данным. Вот. Если у вас стоит задача сделать доступ к данным, располагаемым в двух сайтах, то вам, наверное, знакома другая технология, она называется DFS. Там тоже есть механизм репликации, у Microsoft эта технология давно используется. И там вы можете, реплицируя файловый сервер, здесь технология репликации, она блочная. Вот. Там у нас с вами файловые инструменты. Вот DFS, пожалуйста, он вам позволяет реплицировать содержимое вашей папочки в другой сайт, на другую площадку и при этом обеспечивает доступ к этим данным. Здесь же данные будут доступны только тогда, когда у вас будет выполнен филловер. Либо в автоматическом режиме, либо в ручном режиме. Направление репликации поменять можно. механизм репликации отслеживает возможность взаимодействия и передачи информации. Если, допустим, канал рвется, а такой ситуации возможно, но никто не застрахован от того, что у нас не будет ситуации, когда между городами или между дата-центрами связь может быть и отсутствует. В этом случае какое-то время, это время конфигурабельное, его можно настраивать, информация будет записываться, сохраняться в рамках нашего выжившего основного сайта. По завершению какого-то отрезка времени, в зависимости от того, какая там репликация и так далее, либо у нас вообще она просто прерывается, он не пытается ничего передавать, и при следующем подключении нам нужно будет опять первоначально первичную синхронизацию выполнить, полную синхронизацию, а потом уже разницу. Либо, если она в отрезок времени, который вы сами определяете, указали, что связь там вернулась и все нормально, он начинает эту информацию передавать. Ну и немножечко о том, что из себя представляют синхронные и асинхронные механизмы репликации, чтобы было понятно, чем они друг от друга отличаются. Значит, как работает синхронная репликация? Некое приложение, это может быть что угодно, оно записывает на диск какую-то информацию. Для приложения технология репликации абсолютно прозрачна. Она ее не видит, они не знают. Приложение по-прежнему работает на основе того, как оно привыкло работать. Вот оно привыкло работать, писать на диск что-то, считывать с диска. Оно так и работает. Значит, приложение записывает информацию, некий блок данных. Этот блок данных записывается в лог. Лог, который должен быть в режиме синхронной репликации, обязательно скопирован на другой сайт. Тоже в лог, который на другом сервере у нас сконфигурирован. После этого, когда у нас блок будет записан, идет уведомление на первый источник о том, что лог записан. То есть у нас лог должен быть записан и на первом сервере, и на втором сервере в обязательном порядке. И только после того, как лог будет уже записан и на первом сервере, и на втором сервере, идет уведомление приложению о том, что запись завершена. И после этого, используя информацию лога, идет сброс данных в непосредственно файл. Ну или там, куда он там пишет. Массивы данных. В результате работы синхронной репликации у нас отсутствуют проблемы, связанные с потерей данных. Так как информация всегда пишется одномоментно и туда, и сюда, даже при отсутствии связи, при разрыве соединения, ну если в первом сайте какая-то катастрофа произошла, мы всегда имеем законченную, полноценную, целостную копию данных, хранящихся на втором сервере. И всегда можем воспользоваться этим объемом данных для того, чтобы приложение наше, оно автоматически, ну или это в ручном режиме продолжило работать, продолжило функционировать. Но, сразу оговорюсь, есть нюансы. Нюансы, которые могут быть или могут вытекать из самого принципа или особенности работы приложения. Если приложение в силу каких-то, опять же, своих реализаций, попросту говоря, программисты так его написали, это приложение в процессе своей работы какую-то часть информации хранит в оперативной памяти и не сбрасывает на диск до поры до времени, что называется, ну с целью повышения производительности. То есть у нее есть механизм кэширования свой собственный какой-то. Оно обрабатывает данные в памяти, ну и с какой-то там спецификой сбрасывает данные на диск. Дело в том, что механизм репликации, естественно, не может предугадать и знать о том, а все ли приложение сбросило на диск, все ли полезную информацию она сбросила на диск. И если приложение хранит информацию в оперативной памяти, в случае падения сервера целиком, то есть аварийное выключение какое-то, есть риск того, что это приложение, естественно, не успев сбросить данные на диск, мы что-то там потеряем. То есть нужно понимать, что репликация, она отвечает за репликацию блоков данных, записанных на дисковые массивы. Она не может отвечать за то, что приложение чего-то не успело записать. Ну, к примеру, те же самые базы данных так себя не ведут. То есть они работают более корректно и информация, она пишется, сбрасывается. И мы понимаем, что кэширование в данном случае, когда речь идет о критически важных данных, она не должна кэшироваться. асинхронная репликация. Асинхронная репликация работает чуточку по-другому. Приложение по-прежнему хочет записать что-то на диск. По-прежнему создается лог-файл. Информация пишется в лог-файл. Но, как только информация будет записана в лог-файл, сразу же приложение уведомляется о том, что все нормально, мы все записали. И потом начинается репликация передачи информации в другой сайт, на другой сервер, ну или на другой кластер. Переписываются или копируются данные, блок данных, блок-файл. И потом, соответственно, идет уведомление источнику о том, что информация была сброшена в удаленный сайт. Тут, конечно, сразу возникает вопрос, связанный с тем, что как много мы можем потерять данных. Потому, как информация уведомляет, в данном случае мы уведомляем приложение о том, что у нас все записано. А по факту передано может быть гораздо меньше. У нас есть лак, у нас есть латентность, связанная с тем, что мы не все передали. Ну, банально нужно просто понимать, что если у меня каналы взаимодействия, каналы связи между двумя дата-центрами, офисами, городами, филиалами, они существенно меньше, чем скорость записи, чем тот объем данных, который сбрасывается на диск, ну, элементарно представить классическую работу стандартного там офиса. Днем у нас большой объем данных, которые мы записываем. К вечеру, что называется, все успокаивается, все разъезжаются по домам, нагрузка намного меньше, и в этот момент у нас ну, наиболее эффективно идет реплика в удаленный сайт. Понятно, что в этом случае мы не имеем таких требований к каналу, а в случае синхронной репликации требования очень жесткие. Очень жесткие канал должен быть очень высокопроизводительный, с низкой латентностью. Но, опять же, если кому-то интересны цифры, то на сайте Microsoft есть там различные цифры. Microsoft делал презентации и показывал тесты передачи в синхронном режиме там на десятки километров. По-моему, у них то ли там 70, то ли 80 километров максимум они в демонстрации показывали передачу информации. Понятное дело, там оптика, понятно, там хорошие адаптеры, хорошее оборудование, хорошие каналы связи. Но если вам нужно передавать на большее расстояние, ну, пример, если мы возьмем нашу страну, наша страна, она обширная, большая. На тысячи километров все тянется. И не на одну тысячу километров. Понятно, что там синхронный режим, ну, при всем желании вы организовать не сможете. Ну, просто физически не получится. Не придумали еще такие, нет таких технологий, которые это могут нам предложить. Поэтому у нас единственный вариант асинхронной репликации. Асинхронная репликация это хорошо известный, давно используемый механизм. Надо лишь просто применяя этот механизм, четко себе представлять и понимать, что может быть. Мы должны быть готовы к тому, что часть данных может быть теоретически потеряна. В случае вот аварийной ситуации. Если мы к этому готовы, ну, тогда все нормально. Если мы к этому не готовы, нужно будет придумать что-то другое. Ну, к примеру, если действительно для вас данные критически важны, построить зарезервный дата-центр недалеко от основного, уложиться в те требования, которые предъявляет Microsoft каналу и реплицировать туда. Пока в текущей реализации репликация работает только от одного к одному. То есть, вот если продолжить мысль, о которой я начал говорить, да, то есть мы строим второй дата-центр, ну, либо арендуем площадку еще одну недалеко для того, чтобы копию сделать. Пока нереализуема и недоступна технология копирования в запасной дата-центр, а потом из запасного дата-центра еще куда бы то ни было. То есть, как бы делать копию, копии, пока такого нет. Возможно, будет. Если вам нужно, опять же, как я уже говорил, реплицировать информацию на большие расстояния, ну, пока у нас только вот асинхронная репликация. Это блочный механизм, который передает информацию по протоколу СМБ, безопасный канал, электронная подпись, шифрование. Не требователен ни к оборудованию, ни к, ну, за исключением, наверное, лицензии, да, и дата-центра, к операционной системе в данном случае. Это может быть нано-сервер, это может быть кора-сервер, это может быть полноценной сгуей ваша операционная система во любой реализации, что Storage Spaces Direct, что реплика, это все работает. И там, и там, и там. Ну, и несколько, опять же, цифр, посвященных додубликации. Немножечко улучшили додубликацию в 16-м сервере. Она стала более, ну, опять же, отвечать современным требованиям, объемы растут. Додубликация у Microsoft эффективно была в свое время протестирована до 10 терабайт на разделах. Сейчас поддерживается уже официально додубликация в томах до 64 терабайт. При этом файлы размером до 1 терабайта тоже эффективно поддерживаются, полностью работают. Полноценная поддержка включена в нано-сервер. То есть, вы можете додубликацию реализовывать и включать там. Так как, ну, на мой взгляд, нано-сервера очень большая перспектива, это направление активно развивается и Microsoft очень много там делает, то я думаю, для многих это будет, ну, хорошей новостью и полезно. Единственное, нужно будет учитывать, что у нас есть несколько файловых систем и не забывать об особенностях файловых систем тех же самых ReFS и NTFS. Некоторые вещи в ReFS недоступны пока, надо об этом помнить. Вот, и с учетом этого разворачивать инфраструктуру. Хотя, сразу скажу, ReFS сейчас является основной рекомендуемой файловой системой, именно рекомендуемой уже файловой системой для размещения ваших виртуальных машин, для платформ виртуализации. То есть, вот, сочетание Storage Spaces Direct построено на базе серверов, которые у вас, ну, скажем так, насыщены, собраны из большого количества дисков с использованием технологии реплики и с использованием тех новых возможностей, которые у нас в нано-серверах есть. Ну, это, собственно, такой прямой путь к построению недорогого, надежного, реплицируемого хранилища платформы для виртуализации, самой платформы виртуализации, высокодоступных виртуальных машин, ну, и так далее. То есть, у нас очень много интересного в 16 сервере, вот, очень много новых возможностей, очень много нововведений, изменений в самом кластере, в фейловер-кластеринг технологии, очень много, опять же, интересного в новых других аспектах работы. Вот, ну, опять же, обо всем этом детально понятно, что то, что мы с вами сейчас услышали, то, что я вам рассказал, это, по сути, ну, такие вот моменты, на которых имеет смысл обратить внимание, посмотреть, вот, это лишь теория, которая говорит и раскрывает какие-то новые возможности, здесь, как вы видите, я не привожу никаких демонстраций, не рассказываю, как это сконфигурировать, естественно, все это подробно можно увидеть на курсах по 16 серверу, которые в ближайшее время у нас будут запускаться, по, опять же, официальные курсы Microsoft, по линейке администрирования, поэтому всех приглашаю на курсы, приходите, мы с вами рассмотрим все эти технологии, что называется, на практике, посмотрим, как построить и распределенные кластерные хранилища, вот, дисковые, высоконадежные, посмотрим, как реплика работает, все эти новые возможности вы увидите. Появилась технология, но я уже о ней не стал говорить, чтобы, что называется, не забивать голову цифрами, там, данными и так далее, улучшена работа quality of service на дисковой подсистеме, там появились теперь возможности создавать политики, которые будут управлять шириной канала доступа к дисковым подсистемам, распределенным, ну и так далее, как у верталек машин, много дисков, могут быть с ней, как у верталек машин。 Редактор субтитров А.Семкин elович.